В работе Международного спортивного форума «Россия и спортивная держава» принял участие президент страны Владимир Путин. В аэропорту его встречали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава республики Михаил Игнатьев и другие официальные лица. Глава государства принял участие в пленарном заседании форума. Выступая перед участниками, он отметил, что спорт – та сфера, где все сложные вопросы решаются сообща. Спорт в целом – одна из очень немногих, к сожалению, сторон человеческой деятельности, где установлены единые принципы, и они выполняются. А имеющиеся международные институты объективно решают сложные, порой конфликтные вопросы. Вклад спорта в поддержание устойчивого диалога между людьми невозможно переоценить. Настоящий спорт не имеет границ и национальности. Он вне политики и направлен исключительно на созидание и объединение. Задачи, которые должны найти отражение в новой федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта на ближайшие пять лет, обсудили на заседании Совета при президенте России. За предыдущие годы сделано немало, заметил Владимир Путин. В частности, для развития массового спорта и подготовки Олимпийского резерва. Однако добиться устойчивых результатов в этих направлениях возможно только при наличии развитой системы спортивных мероприятий и материально-технической базы, отвечающей современным требованиям. Количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и её финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Предлагаю сегодня рассмотреть ход работы над этим документом, в том числе уточнить, что планируется в части создания малобюджетных объектов спорта шаговой. К этой с виду обычной тренировки в школе Олимпийского резерва номер 3 Новочебоксарска было приковано внимание всех федеральных телеканалов. Накануне вечером об этих ребятах узнала вся страна. Но героями молодые спортсмены стали ещё раньше. В августе они одержали победу на летней юношеской олимпиаде. Ребята завоевали 57 медалей и уступили только сборной Китая, хозяевам игр. Второе место тоже неплохой результат. Сейчас мальчишки и девчонки готовятся покорять новые вершины. Их каждый день расписан буквально по минутам, ведь впереди престижные старты. Удачи ребятам пожелал и президент страны Владимир Путин. Сюда глава государства приехал в самый разгар тренировки. У нас есть хорошая смена для спорта лучших достижений. Это вот она здесь представлена. Ну и ваши товарищи по команде, которые золотых медалей на этот раз не получили, но наверняка получат в дальнейшем, либо на этих, если вы позволите, соревнованиях, на таких соревнованиях, либо на уже взрослых соревнованиях. Очень хорошо, что у вас есть такая замечательная смена, которую я вас искренне на души поздравляю и желаю дальнейших успехов. Они будут у вас? Да. Вообще, отметил федеральный министр спорта Виталий Мутко, среди этих ребят уже появились кандидаты в олимпийскую сборную. Кто-то уже через два года отправится на летние игры в Рио-де-Жанейро. Возможности для подготовки в стране создаются. Легкоатлетический манежного Чебоксарска они называют отличной базой. Практически сейчас 44 таких центра региональных, мощных создано, много комплексных, которые вот учат. Ну и, конечно, вот ребятам главное сейчас не остановиться, чтобы в регионах, в центры сборной, чтобы они уже на стипендии попали, чтобы они уже своими личными тренерами начинали продвигаться к первой команде. Будущие чемпионы президента не отпускали долго. Сначала общее фото, потом эксклюзивные снимки в модном стиле селфи. Несмотря на плотный рабочий график, Владимир Путин не отказывал никому. В рамках деловой программы форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная возрождению комплекса ГТО. Этот проект был инициирован снизу. Очень много было правительства, администрации, президента, министерства, обращений о том, чтобы возродить комплекс ГТО, потому что это была такая нормативная основа, такая системная основа развития массовой физической культуры и спорта в советское время. Но несмотря на то, что предложение о возрождении комплекса ГТО к труду и обороне поступало от самих граждан, большинство россиян не справляются с прежними нормами. Поэтому, как отметил Виталий Мутко, нынешние показатели более демократичны, чем в 70-е годы. В принципе, тогда были более физически подготовлены наши граждане. Вот наша задача в этом плане. И, конечно, не надо гнать сразу. 1 сентября все, пришли, 2-го уже всех выгнали и начали комплекс ГТО сдавать. Не надо. Надо этапы, надо пройти, надо обучить, надо поговорить, надо собрать учителей. Пока есть общий план на 2015-2017 года о внедрении комплекса. Сначала организационный экспериментальный этап в 12 регионах, далее ГТО расширит свои рамки и комплекс будут сдавать учащиеся всех образовательных учреждений страны. А уже к 2017 году нормы будут введены повсеместно. Как сделать эту работу максимально эффективной и качественной, изложили в своих докладах участники конференции. Вовлечение к 2020 году до 40% населения к систематическим занятиям физкультуры, спортом, к участию в комплексе ГТО задача грандиозная, она очень серьезная. И, конечно, она требует разработки различных мер, мотивации, поощрения граждан нашей страны, особенно тех, кто будет выполнять нормативы ГТО и получать соответствующие значки. По видам испытаний комплекса ГТО было обследовано более 60 тысяч человек. Полученный материал стал основой статистической базы данных, результаты которой позволили разработать нормативы, основанные на современном состоянии физической подготовленности к населениям. В настоящее время идет третий этап тестирования. По его завершении станет ясно, каков уровень физической подготовки граждан России. Исходя из новых данных, нынешние нормы ГТО, возможно, будут подкорректированы. Поэтому представители министерства просят подойти к сдаче норм ответственно, не пытаясь искусственно улучшить результаты, чтобы получить реальную картину. Кто будет представлять Россию на 25-х, к примеру, Олимпийских играх? Думать об этом пора уже сейчас. В Чувашии 26% детей школьного возраста занимаются в спортивных школах. На 2017 год запланировано охватить 50%. Как готовить будущих спортсменов с детства, обсудили на конференции по развитию подготовки спортивного резерва. Общеобразовательная школа – основа с двумя мощнейшими составляющими. Урок физической культуры и внеклассная работа в спортивных секциях. Сегодня можно твердо говорить о том, что в системе образования существует основа. Ее нужно развивать, ею нужно грамотно, правильно пользоваться, для того, чтобы двигаться вперед и подставить, как говорят, плечо Министерству спорта России. С 2010 года в российских школах введено по три часа физкультуры в неделю. Это, безусловно, положительно влияет на самочувствие ребят и на формирование спортивного резерва страны в целом. Собравшиеся в зале инструкторы и директора спортивных школ обменивались опытом для дальнейшего укрепления спортивных позиций. У нас система такая, что у нас начинают детки со спортивно-оздоровительной группы, проходят дальше группу начальной подготовки, учебно-тренировочной группы. То есть у нас поэтапное развитие детей. То есть у нас именно к концу учебно-тренировочной группы четвертого года обучения у нас уже ребята выходят со спортивным разрядом. Есть, которые и перворазрядники, есть и кандидаты в мастера спорта. Наша задача, как методист спортивной школы, найти точки соприкосновения, скажем так, общеобразовательного образования с нашим дополнительным. То есть чтобы тренеры, они начинали свою работу уже в общеобразовательной школах. То есть это был один из наболевших вопросов. То есть очень сложно это все совместить, найти какие-то законодательные, нормативные и так далее, точки соприкосновения. То есть вопросов в самом деле очень много. И задачи решаются. Должна решаться одна задача. То есть оздоровление, расстраивающие спортивные резервы. На карте Российской Федерации появилась еще одна точка роста в олимпийском виде спорта. В Новочебоксарске состоялось открытие манежа детской и юношеской спортивной школы по конному спорту. В церемонии приняли участие министр спорта России Виталий Мутко и глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Федеральный министр уже бывал на территории конно-спортивной школы в 2011 году. Проблема тогда была одна. Учащиеся могут тренироваться лишь пять теплых месяцев в году. При таких условиях сложно взрастить настоящих конкурентноспособных профессионалов. Тогда же Виталий Мутко дал соответствующие распоряжения. И уже через год началось строительство административного корпуса и манежа. Теперь совершенствовать свое мастерство спортсмены могут без перерыва. Конечно же теперь это полноценная школа, ей придется больше уделять внимание с точки зрения финансового содержания. Это речь идет и обеспечении календаря, надо обновлять сегодня, конечно же, и покупать лошадей, надо и транспорт, надо участвовать в системе соревнований. Это все время надо ездить по стране, иметь соответствующую специальную технику для возможности перевоза коней. Так что в этом плане, конечно, забот прибавится. В конной школе бесплатно занимаются 168 детей. Из 54 лошадей 10 входят в сборную Чувашской республики. Три кандидата в мастера спорта. Долгие годы Россия не могла похвастать хорошими результатами. Конкур, конные состязания по преодолению препятствий очень зрелищные. Но подготовка требует от наездников и лошадей огромных сил и времени. Только сейчас мы начинаем возвращаться на крупные турниры, чемпионаты и международные старты. Юные наездницы из Чувашии нацелены на Олимпийские игры. Мы сказали, что представители от Чувашской республики будут представлены Японии, Токио в 2020 году. Девушки, вы готовы к этому? Будете все ждать друг друга? Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Традиционные виды физической активности, проще говоря, национальные виды спорта – культурная основа всей системы физического воспитания. Сегодня им, как никогда, уделяется пристальное внимание. На развитие национальных и неолимпийских дисциплин направлен целый комплекс мер, начиная от создания нормативно-правовой базы и заканчивая учреждением экспериментальной площадки на базе некоторых субъектов. В Чувашии культивируется один из официально признанных видов – национальная борьба киришу. Буквально на днях в Чебоксарах состоялся чемпионат России. Опираясь на опыт нашего и других регионов, где также успешно развиваются неолимпийские виды спорта, участники круглого стола считают, что в дальнейшем необходимо проработать критерии включения соревнований в единый спортивный календарь, установив периодичность проведения один раз в два года. Усовершенствовать систему судейства и оценки достижений в национальных и неолимпийских видах спорта, наконец, включить эти виды в федеральную программу развития физкультуры и спорта до 2020 года. Международный форум – замечательный повод не только обсудить проблемы, но и сферить часы, выработать стратегию совместных действий. Кроме того, по мнению гостей, это настоящий праздник спорта. Такие мероприятия, они проходят ярко, особенно когда это в регионах. Для региона это целое событие. Мы вчера были участниками прекрасного шествия, посмотрели, чем живет республика, какие замечательные ребята. Они все пытались продемонстрировать свое спортивное мастерство. И это действительно так очень было ярко, красиво. На форуме в Чебоксарах развернулась дискуссия о предстоящем чемпионате мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах, но и другие регионы примут у себя гостей со всего мира. В Чувашии сейчас планируют создать базу для проживания тренировок одной из сборных. Скорее всего, в Чебоксарах поселится команда, которая будет играть на Казанском стадионе. В Чувашии у нас предусмотрена база команд, стадион «Спартак». Будет тренировочная площадка этой базы. Задействовано по-прежнему 11 городов, у нас 12 стадионов, концепция остается неизменной. Подготовка проходит равномерно во всех городах. Думаю, что темпы мы будем наращивать по мере приближения 2018 года. Но до предстоящего Мундиаля 2018 необходимо создать подобающие условия для игроков. Россия сейчас изучает опыт стран, где уже проходили чемпионаты мира по футболу. Один из участников форума в Чебоксаре приехал из Бразилии. В этой стране уже подсчитывают инвестиции от проведенных матчей. Сейчас построенные объекты используются для футбольных мероприятий. У нас очень большой национальный футбольный чемпионат проходит. Но и в некоторых городах здесь проходят концерты, музыкальные и театральные фестивали. Но стоит отметить, что событие способствовало национальной интеграции. И если сравнить с Россией, то чемпионат мира проходит не на одной стране, а на целом континенте. И это очень важно, что люди сближаются за счет футбола. Со своим докладом на дискуссии выступил и немецкий эксперт. Винфрид Насс руководил отделом, который занимался подготовкой к чемпионату мира по футболу в Германии. Он отметил, что страна, проводящая Мундиаль, должна создать домашнюю атмосферу для всех иностранных гостей. Я думаю, что каждому городу нужно подумать о том, каким шансом они хотят воспользоваться в связи с участием и подготовкой к чемпионату мира. И каждый должен нарисовать картину, где он готов оказаться через 15-20 лет. И именно это является самым важным при подготовке к чемпионату мира. Но и Чувашии в ближайшие годы предстоит принять престижные чемпионаты. В 2016 и 2018 годах чебоксары съедутся ходоки со всего мира. Республика обязана провести эти соревнования на достойном уровне, отметил министр Виталий Мутко. Федеральный чиновник также пообещал оказать содействие в софинансировании строительства Ледового дворца и центра Маунтинбайка. Мир перестал двигаться, уверены специалисты. То есть, конечно, земля также вращается и вокруг солнца, и вокруг своей оси. А вот люди на ней все реже поднимаются с дивана. Автомобили, эскалаторы, гаджеты лишают людей даже не возможности, а желания вести активный образ жизни. Бороться с этим пытаются разные организации, ассоциации, активисты. Своими рецептами они делились за круглым столом в рамках международного форума в Чебоксарах. Генеральный секретарь ассоциации спорта для всех Тафиса Вольфенгбаумен отметил, результаты исследований ученых в области здоровья населения больше напоминают триллер. Если ничего не предпринять, то поколение нынешних детей проживет на пять лет меньше своих родителей. В школах, конечно, есть уроки физкультуры, однако любовь к спорту на них школьники приобретают редко. А тренировать всех учеников в спортивных школах государственная казна не потянет. Средняя стоимость ребенка занятий в детской и спортивной школе достигает порядка 100 тысяч рублей. Мы просто не в состоянии 80% населения обеспечить систему детской и спортивной школы. Выход считает специалист в так называемом спорте по месту жительства – во дворах. В советские времена такие турниры среди дворовых команд, как кожаный мяч или золотая шайба, считались очень престижными. Менталитет россиян таков, что просто заниматься нам неинтересно, отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова. Для того, чтобы тот или иной вид спорта приобрел массовый характер, нужны соревнования. Еще один интересный вариант – интегрировать движение в современный образ жизни детей. Коль уж оторвать младшее поколение от планшетов и мобильников задача непосильная, то можно применить метод клин-клином. Специалисты разработали специальное спортивное мобильное приложение. Приложение позволяет ребенку, находясь в своем социуме, допустим, в группе, в классе, в школе, фиксировать свою физическую активность. Ребенок может выбрать активность, например, он выбирает футбол, он выбирает время, сколько он занимался, нажимает кнопку «Ингестер» и в ленте, наряду с остальными своими одноклассниками, он видит свою активность. То, что массы все-таки можно занять спортом, задние формы доказали Чебоксары, считают и гости Леонид Черкесов. Зарядку в столице Чуваши делают не только по праздникам на Красной площади. Сейчас у нас во всех школах проводят зарядки, пятиминутки. И мы сделали разный комплекс упражнений. Пока в данный момент Федерация фитнес-аэробики, две виды зарядок. Федерация спортивной аэробики тоже подготовили свои. И школу, чтобы массово делать, у нас все-все имеют радиоточки. Ну а что касается взрослых, то, как отметили за круглым столом, существуют две причины, по которым человек начинает заниматься физкультурой. Диагноз врача и любовь. Так что всем присутствующим пожелали влюбиться. Влюбиться в спорт. В рамках международного спортивного форума на одного из выставочных площадок развернулась экспозиция «Спортивная Чебоксары». Столица Чувашия заслуженно претендует на звание одного из самых спортивных городов. 12 детско-юношеских спортивных школ города обучают 55 видам спорта. В городе ежегодно проводится массовая зарядка. Кросс-наций и лыжня России. Наши спортсмены побеждают на всероссийских турнирах. И завоевывают медали на Олимпиадах. Будущие надежды Чувашии, еще не получившие свое золото, показали, на что они способны. За выступлением юной гимнастки следовала мастер-класс от команды борцов. Презентовала себя и муниципальная баскетбольная команда Чувашии. Сейчас вы где тренируетесь? Прямо при университете, да? Мы в спортивной школе. Первая тренировка утренняя мы тренируемся в спортивной школе по баскетболу, а вечерняя в спортивном зале. Стандарты мы делали в этом саму университете, делали в Казани. У них комплекс такой, да. Там и игровой зал где-то там до 5000, там 5-7 тысяч можно играть. И рядом второй тренировочный зал. Ну, медицина, восстановление, ну, это такое. Если у вас баскетбол популярнее. Специально к форуму был выпущен штемпель с логотипом «Россия – спортивная держава». В завершении вечера произошло торжественное гашение почтовых марок. Новая серия марок вошла в оборот ровно на один день, чтобы потом прописаться в кляссерах филателлистов. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов. Об итогах форума говорили сегодня на пресс-конференции во Дворце культуры имени Ухсая. Многие предложения, которые высказывали участники на круглых столах, семинарах, конференциях, обязательно найдут отражение в федеральной целевой программе. На мой взгляд, форум состоялся. Вот мы сегодня практически все площадки проехали, приняли участие во всех дискуссиях, которые у нас были, послушали спикеров и людей. Сейчас будет пленарное заседание. Нам квинтэссенцию, скажем так, главное, расскажут каждый представитель всех этих дискуссионных площадок. Будет выработана резолюция нашей, скажем, рекомендации нашего форума. И они уже влягут в основу той программы федеральной целевой. Они будут рассмотрены с точки зрения коррекции государственной программы развития физической культуры и спорта. Я рассчитываю, что мы ее до конца года на правительстве рассмотрим. И уже в основу всей этой работы будут положены результаты форума. В рамках форума в республике состоялись 18 различных мероприятий. В них приняли участие около 300 человек. Спортивной ареной Чувашия стало не случайно. Республика, регион в последние годы демонстрирует очень серьезные темпы развития физической культуры и спорта. Здесь растет количество людей, вовлеченных в спорт. Здесь применяются новые технологии, пропаганды ценностей здорового образа жизни, организации спортивного движения. Здесь есть очень четкие цели модернизации системы спортивной подготовки. Вот, скажем, по программе, которую мы здесь видели и нам презентовали, до 2017 года 51% школьников школьного возраста должны заниматься в детских спортивных школах. Это, конечно, очень серьезные показания. Проведение данного мероприятия, прежде всего, спортивного праздника, спортивного форума, является огромной такой честью. По словам Виталия Мутко, теперь форум будет проводиться один раз в два года. А республику уже в ближайшем будущем ждет другое масштабное спортивное событие – чемпионат Европы по легкой атлетике. Он состоится в столице Чувашии в 2015 году.